Приветствую всех на уроке номер 4, когда хочется говорить больше. И сегодня мы разберем кое-что больше прикольное. Если вы помните, на прошлых уроках мы разобрали базовое предложение, простое, которое имеет грамматическую основу. То есть у нас есть субъект, лицо и действие, логол. В английском языке обязательно наличие обоих аспектов. То есть, например, iTeach. Я – это субъект, или лицо, первое лицо. iTeach – это действие. Находится оно в present simple времени. И так же мы прошли разные времена. Но видите, просто говорить iTeach и аналогичными предложениями, простыми, и будет очень, так сказать, на уровне beginner, да, наверное. То есть, в любом случае, мы же говорим больше всегда. И чтобы говорить больше, в простые предложения мы можем добавить дополнительные части речи. У них есть свои функции в каждом. У нас есть дополнения, какие-то, у нас есть какие-то определения, какие-то обстоятельства. Они очень похожи на те же аспекты и предложения в русском языке. Но по грамматике немного отличаются. Например, iTeach at university. At university – это обстоятельство, место, где я работаю, преподаю именно в университете. ITeach English. И видите, здесь English хоть и похож на субъект, но он же ничего не делает сам. Он есть объект действия. Я преподаю английский. Кто делает? Я. Что делаю? Преподаю. Что делаю? То есть, что преподаю английский. В этом предложении английский будет дополнение объектом. ITeach basic English grammar. Здесь, в этом предложении, English будет уже не объектом, потому что опять здесь грамматика. Я преподаю грамматику. Грамматику какую? Базовую английскую, basic English. И здесь будет, это будет определение, да? У нас basic и возник, да? Давайте каждый разберем отдельно. Дополнение – это объекты действия. Это то, на что направлено действия. Например, I buy clothes every month. В этом предложении clothes – это объект. То есть, я – кто делает действия. Кто совершает действия? Я. Что за действия? Покупать. Я покупаю. Что я покупаю? Одежда. В этом плане clothes – это объект. Это дополнение. We use computers to study online. Computers – это объект. Опять же. То есть, мы. То есть, не компьютеры используют нас, правильно? А мы используем компьютеры для учебных. И объекты идут после действия, на которые направлены. Например, мы можем сказать в английском языке I love you, но мы не можем сказать I you love. Продолжение идеального. Будет не имеет смысла. В русском «может». То есть, я люблю тебя, может быть, я тебя люблю. Смысл не меняется. И о чем это говорит? То, что в английском языке порядок слов имеет значение, так как мы тоже самое, мы проходили и на первом роте. Вот. Хорошо. Проходи дальше. Определение. Используется для того, чтобы придать красоту, то есть, какие-то смыслы субъектам и объектам. Например, I bought a car. Продолжение очень неэмоциональное. Я купил машину. Здесь, возможно, человек даже не рад, что он купил машину. Может, он был вынужден именно эту купить. Она ему не понравилась, поэтому он ее купил. Скажем, не было другого варианта, поэтому купил машину. Если он скажет, что I bought a beautiful car, вот это слово beautiful, будет придавать какие-то эмоции. То есть, это не просто машина, а красивая машина. То есть, это выходит смысл, что, чтобы добавить какие-то эмоции в речь, мы можем использовать определение. A girl told me she liked me. То есть, девушка сказала мне, что я ей нравлюсь. Тоже, вдруг он не хочет этого. То есть, a girl. Это может быть любая girl. И поэтому, это может быть, она может быть не в ее вкусе, например. Но, если она скажет, A pretty girl told me she liked me. А pretty, красивая, в этом плане, будет, значит, то, что... Тоже какие-то эмоции. То есть, ему это тоже понравилось. Тоже классно. И определения идут перед объектом или субъектом, к которому он относится. То есть, мы не можем сказать, например, I bought a car beautiful. Или, a girl told me pretty she liked me. То есть, это будет нонсенс. Эти определения относятся именно к слову. Опять же, сравните в русском языке. Я купил красивую машину. Я купил машину красивую. Тоже, в принципе, можно. Мы можем понять смысл, да? Или красивую машину купил я. Тоже можно. А в английском вы не скажете, там, Beautiful car I bought. Только так может говорить, наверное, только Yoda. Далее. Обстоятельства. Немного отличаются от русского языка. В русском языке у нас есть обычное наречие или идея причастия. В английском языке это может быть что угодно. И здесь есть у них смысл. То есть, чтобы добавить время, место, причину, цель, что еще может быть, частоту действия, мы можем подключить обстоятельства. Можно сказать так, например. Опять же, I learn English at school. I learn – это базовый, это грамматическая основа, базовое предложение. Я изучаю. Находится время в present simple. I – это субъект. Я – лицо. Learn – это ты изучешь. English – это дополнение. Это объект прямой. То есть, I learn English. Я изучаю английский. At school – где? В школе. И видите, когда мы сюда добавляем именно обстоятельства места, то есть, любые обстоятельства, они меняют смысл предложения. Они меняют направленность предложения. Если я скажу просто I learn English, это будет звучать то, что я изучаю английский язык. Просто. И может быть, это и слоговано как, например, я изучаю не немецкий, а английский. Или, там, я изучаю, например, именно английский язык. Но если мы добавим сюда именно at school, здесь будет иметься в виду, что именно в школе я изучаю английский язык. То есть, я могу изучать его, там, не в школе. Да, но именно в школе я его изучаю. I will go to bed at 10 p.m. Или 10 o'clock. Я пойду спать в 10 вечером. В этом случае в 10 вечера будет иметься в виду обстоятельство времени. То есть, здесь, опять же, есть смысл. То есть, I will go to bed at 10 p.m. Я пойду в 10. Это будет важно для чего-то. I did it for you. Я сделал это для тебя. То есть, может быть, любой контекст. И, да, там, вы сделали что-то очень важное для человека. Он этого не понял, он этого не оценил. И вы говорите, там, очень, так, эмоционально. Да, и for you будет обстоятельствами в цели. Для чего? Для тебя. И обычно эти слова, то есть обстоятельства, идут после смысловой части, которые относятся. Это логично, опять же, да? Потому что, видите, у нас очень грубый порядок слов, очень строгий в английском. Мы не можем менять сфутуру. И поэтому, как бы, обстоятельства идут именно логически после того, где они нужны. Да, например, I learned English at school. Опять же, здесь важно, что я именно изучаю язык в школе. Это важно. Я пойду спать в 10. Это важно. Я сделаю это для тебя. Важно. Хорошо. Это было все по теории. И теперь практика. Я думаю, как домашнее задание. В чат, наш, в телеграме, напишите 5 примеров предложения любых, где, кроме грамматической основы, то есть субъекта и действия, есть определение, дополнение обстоятельств. А мы в чате прокомментируем каждый ответ. То есть мы по каждому ответу пройдемся. Хорошо. Всем спасибо. See you later.